Посылочка у меня от Z-Color пришла, здесь у меня кератиновых три баночки геля, кератиновый без опила молочный по 50 мл, этот у нас теплый нюд, а этот у нас бежевый, сейчас вам подробненько покажу, здесь у нас красочка, краска гель лак мусс, это вообще уникальный продукт, который придумал Z-Color, тоже все вам покажу, все вам расскажу, И я еще заказала вот такую вот протезирующую базу, жидкую, мастера захотели именно жидкую, потому что вот у меня есть протезирующая, она густая, сейчас я вам покажу, меня в принципе густая тоже устраивает, она очень хорошо для работы с гелевыми типсами, но она густая, единственное неудобство в том, что баночку, вот кисточку трудно обратно возвращать, потому что и кисточка такая пузатенькая становится, но выравнивающим слоем ею работать не нужно, она не для этого, то есть она имеет такие свойства, как бы я уже рассказывала, что у нее молекулярная формула имеет крючочки, то есть во время полимеризации она работает как липкая лента, не жидкий скотч, не скотч, не двухсторонний, а именно лента, вот эта вот, которая цепляется, поэтому ее нужно наносить тоненьким слоем, я всегда ее, ну как, не втирающим, обычным слоем, который вот как лак, вот обычно лак наносите, простой лак, который вот таким тонким средним слоем, и все, а дальше уже работаете своим матерям, то есть она протезирующая, она для людей, у которых есть проблемы со здоровьем, у которых ничего не держится, это жесткая база, она идет как жесткая, поэтому вот она вот такая вот, меня она устраивает и в таком виде, потому что я беру эту базу, и вот так вот прям подготовила ноготочки, и ставлю по капельке на каждый ноготочку, а потом отдельной кистью втираю, ну не втираю, а распределяю, не втирающим слоем, надо тонким слоем наносить, и меня в принципе это устарает, дальше я уже работаю как положено, вот, но мастера захотели базу пожиже, и сделали разжиженную базу, я заказала, потому как у меня любопытство, я планировала ее использовать, эту базу для того, чтобы устанавливать только гелевые типсы, потому что это лучший продукт для этой цели, но она у меня пошла по всем клиентам, потому что она идеально держится, идеально носится, и мне ничего другого не хочется, на клиентах я работаю именно этим материалом, если мне нужны какие-то эксперименты, то это не клиенты, это модели, а на клиентах я стараюсь не экспериментировать, но если, конечно, они этого не хотят, вот это вот пожиже, чуть-чуть, конечно, это уже как обычная каучуковая, вот она такая подтягивающаяся, она, конечно же, уже чуть-чуть пожиже, она уже может самовыравнивающим слоем наноситься, и меня устраивает, и эта тоже консистенция устраивает, здесь у меня еще есть база, ее я буду использовать для гелевых типсов, а эту я буду использовать уже для работы, и очень хорошо, что я заказала большой пузырек, потому что эта база самая ходовая, она мне даже больше нравится, чем без сколов и отслоек, хотя без сколов и отслоек тоже классные, но это держит уголочки, у квадратов она вообще идеально носится, поэтому если вы ищете хорошую базу, вот вам база, и не спрашивайте больше, я работаю, именно этой базой, другую я не хочу, что еще я заказала, я заказала после того, как я протестировала, проэкспериментировала, я заказала большие объемы кератинового, у меня включился этот вытяжка, кератиновый без опила, я вам уже показывала, у меня с юки есть, вот я заказала обычный, вот такой вот, баночки большие, по 50 миллилитров мне хватит надолго, три цвета, молочный, это молочный, молочный подойдет подо все, можно как подложку под блеклые какие-то гейлаки, если, например, гейлак неоновый, открывайся, давай, как ты засосала, меня засосала, опасная трясина, ой, так вот, ты какой красивый, смотри, как будто мы один человек, да, смотрим, наверное, так и есть, на клиентах я работаю вот тем, что мне удобно, консистенция моя, самый выравнивается, не слишком он густой и не слишком жидкий, но сейчас достаточно прохладно у меня в кабинете, возможно, он немножечко будет летом, не знаю, летом я еще им не работала, вот именно в таком вот формате, посмотрим, как будет летом, хотя летом у меня тоже тут будет кондиционер работать, вот он, самый выравнивается, на ручках он будет выравниваться намного лучше, намного быстрее, это же объем, и вот он, он очень красивый, белый, молочный, молочный, вот он, смотрите, какой, как будто это жидкий керамический гель, он очень прочный, его можно наносить не в большой объем, те, кто любят натюрель, я не люблю толстые ногти, поэтому я стараюсь выкладывать материалы не целую гору, и меня устраивает носкость. В составе у него заявлен кварцевый песок, песка здесь нет, в том смысле, что песок, он на такие молекулы, раз, как сказать, расщеплен, что здесь песка, конечно, нет, но прочность этому материалу именно придает кварцевый песок, поэтому его можно наносить в тонкий слой, можно, ну как в тонкий, ну прям, ну не в такой тонкий, как тоненько нанесли, а нормальный, как бы нормальный слой, но без фанатизма. А то я сейчас вкажу в тонкий слой, некоторые начнут, знаете, так, чисто помазал и все, а потом, ой, поломались, нет, все равно архитектура нужна, но архитектура уже не такая, как у тех стародавних гелей, здесь у меня два, мне этого материала хватит надолго, если что, да, закажу, это у нас теплый нют, вот эта красота-то какая, сейчас опять выможусь, вот это опять засосал, блин, так, теплый нют, такой я бы даже сказала персиковый, точно такая же консистенция, посмотрите, какой он, он прям такой, опа, пластичный, да чего ж он, какой пластичный, а какой красивый, Юшкин, вот молодец, что я заказала, повторяю, что я на клиентах работаю только проверенными материалами, если мне нужны какие-то эксперименты, это у меня уже, конечно, идут эти подопытные ролики, тогда, тогда да, тогда я могу экспериментировать с другими базами, с другими марками, но с клиентами я стараюсь не экспериментировать, нафиг надо, баночки нолит и под самую завязку, не знаю, может, за мне так налили, но я надеюсь, что не так, а это у нас, это у нас без опила бежевый, вот это бежевый, он кажется темный почти, на видео даже коричневым кажется, но на самом деле в такой слой, конечно же, здесь толщина-то в банке какая, на самом деле это такой будет натуральный, теплый, самый натуральный, какой только можно придумать, очень классный цвет, точно такая же консистенция, очень пластичная, мне нравятся современные гели, потому как их не нужно, танцы с бубнами, тот, кто любит без опила, пожалуйста, бери, тот, кто любит пилить, нате, берите, пигмент не оседает, не отстаивается, очень классный, запаха нет, запах, знаете, такой какой-то, даже приятненький, не косметический, такой, как чего-то новенького, чего-то приятного, в общем, если хотите попробовать кератиновый гель без опила, он есть на сайте Z-Color в маленьких объемах, вы можете попробовать взять маленький объем, на себе попробовать, на маме и на ком-нибудь еще, и уже тогда сами убедитесь, что я не вру, и кстати говоря, базы можно тоже взять маленькие объемы в баночках, и не переплачивать за пузырек и за этикетку, и ссылку я вам оставлю в описании, а также промо-код, вы еще можете даже и со скидкой купить по моему промо-коду, вот, все вроде бы сказала, показала, молодец, грязная, сейчас все буду все это вытирать, если есть вопросы, пишите, конечно, в комментариях, я вам все отвечу, и это уже проверенный материал, не спрашивайте, как он носится, и все такое, все, я вам уже сказала, носится отлично, в комплекте вот с этой базой, ну, эту я еще буду пробовать, тестировать, а вот эта база уже протестирована, и там уже ее на самом деле чуть-чуть осталось, я могу сказать, что это идеальное сочетание этого материала и этого, под кератиновый гель нам нужна база, вот тоненько ее наносим, и дальше уже моделируем, здесь можно донаращивать уголочки, здесь можно делать квадраты, здесь можно делать, что хотите, экстремальную длину, верхние формы, все, что хотите, можно было еще прозрачный заказать, но я не очень люблю работать с прозрачным материалом, потому что мне нравится, когда гель-лак ярче, наносится в один-два слоя, не просвечивает, а это можно добиться, если у нас камуфляжики на ногтях, поэтому практически прозрачный материал я не использую, если только для каких-то декоративных целей, вот и все, что я вам хотела сказать, показать, если есть вопросы, пишите в комментариях, а мы увидимся скоро в новых видео, с вами была Светлана Соколова, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok